Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. С вами вновь Ева Лехцер. И в текущем видео будем с вами выполнять расклад на тему почему он не уходит от соперницы. Работать сегодня мы будем с вами с картами Дару Вдохновения. И устраивать нашу работу будем таким образом. Всего у нас с вами будет 8 вариантов. Первый аркан, который я буду выкладывать, будет показывать основу их отношений на текущий момент, последующие арканы ответят, что же ваш партнер чувствует к сопернице и почему, собственно говоря, он от нее не уходит. То есть что его держит в этих взаимоотношениях. Ваша задача настроиться на расклад. Если вы знаете имя соперницы, вообще идеально, то есть проговаривайте ваше имя вашего партнера и имя соперницы. Если вы не знаете ее имя, не до того рождения, просто визуализируйте, если вы ее видели. Либо в целом давайте посылку, что у него с соперницей. И посмотрим, о чем же нам скажут арканы. Изначально выложу пока только 8 карт на основу ситуации. Остальные будем выкладывать с вами в процессе. Так, все карты вам будут хорошо видны, все буду подносить, все буду озвучивать. Выбирайте, пожалуйста, тот вариант, который на вас смотрит, и давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Основа их ситуации, их взаимоотношения на текущий момент, это либо депрессия, ситуация пресыщения, потому что данный аркан очень часто указывает, знаете, как ситуация после того, как люди насытились друг другом. Обычно эта карта называется, вы знаете, карта после медового месяца, либо положение дел после медового месяца, когда уже, знаете, наелись друг другом досыта. И теперь хочется отдыха от этих взаимоотношений, потому что сами отношения, либо сама связь вносит какую-то хандру, либо раздрай, либо, знаете, постоянное какое-то чувство скуки, неудовлетворенности, либо крайне пресыщения этими отношениями. Что ваш мужчина думает по поводу соперницы? Перевернутая десятка пентаклей, либо желание разрыва этих отношений, особенно если он человек семейный, то есть есть желание уйти из семьи, либо в целом здесь у него проходит желание из этих отношений выйти, например, еще по ряду финансовых причин. Например, нежелание вкладываться в эти отношения, в эту женщину, нежелание ее содержать, либо в целом здесь ряд каких-то материальных причин. Что же у него в чувствах по отношению к ней? Здесь у нас падает старший аркан, перевернутый влюбленный. Вот и показана сама по себе ситуация любовного треугольника, когда мужчина не может сделать выбор, это, скажем так, связь его и тяготит, но не может определиться. То есть, но на текущий момент в их отношениях не все так гладко, потому что очень часто карта перевернутый влюбленный указывает либо на ситуацию выяснения взаимоотношений, ссор, конфликтов, либо в целом, когда люди могут даже расстаться. С позиции подсознания, что у него к ней? Карта отшельник, ситуация одиночества вдвоем. Одиночество вдвоем – это когда люди живут под одной крышей, как сожители, например, как партнеры по воспитанию детей, либо как бизнес-партнеры. Но каждый, знаете, как вот в своей коморке. Это люди даже, которые могут спать в разных комнатах, в разных кроватях. Разные цели, разные взгляды на жизнь, разная вообще ситуация, знаете, и подхода к жизни, и к совместному проживанию. Ну, у людей самое главное – духовная бедность, нет духовного родства. Почему же тогда при всем при этом он не выходит из отношений, из этих отношений, да, с ней? Давайте смотреть. Потому что по Пажу Кубков здесь большую роль могут играть дети. Паш Кубков очень часто указывает на ребенка, либо детей в целом. Вот они являются связующим звеном, по которым мужчина не может покинуть эту связь. Если, например, вы смотрите этот вариант, и у вашего партнера детей нет, значит, вас интуиция подвела, и вы выбрали не свой вариант. Давайте смотреть для тех, кто выбрал второй вариант. Основа их ситуации и взаимоотношений. Перевернута десятка Кубков. Карта раздрая, ссоры, напряженных отношений, либо желания разрыва семьи. Видите, почти все семейные карты. Либо эта семья в целом на грани распада, на грани разрыва взаимоотношений. Семья может быть не обязательно официальная. Это может быть гражданский брак. Что у вашего мужчины в мыслях по отношению к сопернице? Перевернутая пятерка Кубков. Простите, тройка Кубков. Карта указывает на ситуацию любовного треугольника. Это раз. Плюс сама по себе карта разочарования. Карта и присущение связи. И здесь, знаете, вот пошли одни негативные эмоции. Раздрай, смятение, душевные муки. Потому что человек, в принципе, например, не хочет обидеть и эту барышню, но тем не менее сам не может находиться в этих отношениях. Во всяком случае, это то, что он думает по поводу их связи. С позиции его чувств. Повешенный. Он себя считает либо жертвой обстоятельств, либо это в целом ситуация застоя, когда, либо ряд обязательств, сковывает его, и он не может решить эту ситуацию. Либо он сам пока еще не разобрался, каким образом ему можно эту ситуацию разрулить. Но повешенный – это однозначно застой. То есть мужчина пока не предпринимает никаких действий. С позиции его подсознания к сопернице. Король кубков. Ну, по королю кубков – это мужчина, который понимает, что он манипулирует ситуацией. Особенно это может проигрываться для мужчин водной стихии. Водной стихии – это у нас рак, скорпион или рыбы. В целом, это карта мужчины-манипулятора. И если смотреть с позиции подсознания, здесь может проходить ряд зависимостей. Зависимости в каком плане? Ну, например, может с ней быть хорошо в постели, сексуальный формат, да, может его радовать. Но во всем остальном он понимает, например, что это женщина не для семьи. Или же по королю кубков – это женщина, которая не дает ему никаких ограничений. То есть творит все, что хочет. И его это, в принципе, устраивает. Почему же все-таки он от нее не уходит? Что здесь является причиной? Здесь падает перевернутый король мечей. Почему не уходит? Либо, скажем так, он зависим от членов ее семьи, с которыми может быть совместный бизнес. Либо в целом, скажем так, какой-то мужчина может оказать на него влияние. Причем не самое позитивное, да. Тут может дойти до рукоприкладства. Потому что это в целом может проиграться. Как, например, отец ее, брат, да, который, ну не то, что грозит ему расправу, но тем не менее может лишить его каких-то полномочий. Или же в целом здесь он может бояться наличия соперника. То есть он держится в этих отношениях целью, знаете как, и сам ногам, и другому не дам. То есть и сам не дает этой женщине жить, строить жизнь, но и сам свою не строит. То есть такая позиция и другому мужчине не отдаст, и самому не нужна, просто как собака на сене. Так, для тех, кто выбрал третий вариант, что здесь? Перевернутая шестерка жезла. Значит, что в их взаимоотношениях? По этой карте эта женщина называется в отношениях вашего мужчины их на вторых ролях. Потому что по данному аркану она находится в роли любовницы. Неважно, о каком она, сожительствуют они вместе или нет, но она на ролях любовницы. Потому что перевернутая шестерка жезлов, это быть, знаете, как запасным вариантом. Его мысли по поводу нее. Ситуация тупика, невозможно сделать выбор. Но, ты знаете, вместе с тем, не то, чтобы оставить ее на задворках, но отношения он с ней не рвет. И я говорю, вот просто как запасной вариант держит ее для себя. Потому что он понимает, что это та барышня, которая, которой он может вернуться при любых обстоятельствах. То есть она его всегда будет ждать, холить, лелеять и, знаете, заглядывать ему в рот, исполнять все его прихоти и капризы. С позиции чувств. Препятствия для развития взаимоотношений. Здесь может быть расстояние, либо в целом нежелание его эти отношения развивать, потому что его здесь на данном этапе все устраивает как есть. С позиции подсознания. Карта говорит о том, что он не готов бороться за эти отношения, он не готов бороться в принципе за нее, потому что он не хочет нести и брать в себя обязательства за эту женщину. Давайте же посмотрим, почему он тогда не выходит из этих взаимоотношений. Здесь падает перевернутый рыцарь жезлов. А это называется карта вечного Будулая. Сегодня здесь, завтра там. То есть мужчина, который имеет много женщин, скачет по всем, знаете, ему так удобно. Стои обязательства выполнять не нужно с этой, то есть давать какую-то финансовую базу, какую-то гарантию будущего, в целом нести ответственность и его устраивает такой формат взаимоотношений, потому что вот перевернутый рыцарь жезлов как раз именно та ситуация, когда мужчина вам по сути ничего не обещал и этим пользуется. И соответственно, сделает эти отношения так, как ему удобно. Повторюсь еще раз, не выходит по той простой причине, что, знаете, этот мужчина может быть с ней и не в отношениях, но не ставит в жирную точку. Например, при малейших трудностях в общении отношений с вами, он возвращается к ней. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Основа их ситуации. Перевернутая восьмерка мечей. Это желание придать какие-то проблемы, какие-то препятствия, потому что по этому аркану либо ваш мужчина несвободен, то есть вы можете находиться с ним в официальных отношениях, либо это барышня несвободна, либо в целом здесь могут быть еще ряд обстоятельств, не знаю, там дети, работа, расстояние, куча всего, которые он пытается в этих взаимоотношениях преодолеть. Что, думаю, по поводу их связи? Перевернутая десятка мечей. Здесь либо они, если были в ссоре, либо был конфликт, либо в целом, это знаете, как желание увидеть свет в конце тоннеля, желание что-то изменить, повернуть в лучшую сторону или исправить. Но пока у него нет таковой возможности. Что же в чувствах по отношению к ней? А вот здесь карта закрыта. Либо, называется пустая карта, это была раса. Либо он сам не определился в чувствах, либо здесь пусто, чувств нет. Давайте проверим это при помощи подсознания. В подсознании здесь падает у нас паж мечей. Паж мечей – это карта больше, знаете, такого интеллектуального общения, то есть она ему близка по духу. Потому что это, знаете, карта интеллектуального общения, интеллектуального труда, аналитического мышления. И она ему нравится с позиции того, что она умная женщина. И опять же, почему здесь он может не показывать карта чувства? Потому что это аркан слежки. Желание прощупать почву, желание прощупать информацию. И собрать о ней, знаете, вот все возможное, да? Кто она, что она, чем живет, на самом деле, какие у нее чувства к нему и так далее. Почему же он все-таки не выходит из этой связи? Что ему мешает? Перевернутая девятка жезлов. Это значит, мужчина пытается, либо ваша партнерша, да, если все-таки мужчина смотрит, да, на взаимоотношения с женщиной. Пытается самоутвердиться за счет вот этого, третьего лица, этой женщины, этой особи, да? Потому что здесь проработка внутренних блоков, комплексов. Давайте я вам покажу карту в прямом положении. Вот видите, карта противостояния, когда вот поют сирены, а им нужно выстоять и плыть дальше, не сорваться, не податься на уловки сирены. Вот так же и здесь. А здесь это усиливается двоекратно. Это желание доказать что-то самому себе, либо, знаете, игра ради игры. Просто для удовлетворения своего самолюбия, с позиции эгоцентризма. Но вот даже по тем картам, которые здесь падают, отношения ему эти не нужны. Это просто, знаете, как поиграть, развеяться. Для тех, кто выбрал пятый вариант, в основе ситуации лежит желание преодолеть духовный кризис. Потому что здесь может быть секс, здесь может быть хорошее общение, а у духовного родства здесь нет. Но одним сексом, как говорится, сыт не будешь, да? Вот поэтому здесь основа всего того, что вот нет духовной связи, нет заботы, нет внимания, ласки и любви друг к другу. Что она не думает? Здесь, скорее всего, у нее состоялся уже разрыв взаимоотношений, либо мужчина из этих отношений хочет выйти. Возможно, именно по этой причине. Что же у него в чувствах? А в чувствах перевернутый жрец. То есть, либо ваш мужчина состоит в браке, например, с вами, да? Потому что карта перевернутого жреца это карта лжи отношений, невозможность официального брака. Здесь женщина может быть несвободна. Ну, то есть, поймите, здесь как бы пути закрыты. Он это понимает, и это, знаете, как он осознает тот факт, что эта связь постольку-поскольку. Она не несет за собой никаких перспектив. Что в подсознании здесь? В подсознании у нас здесь падает принцесса Жезлов, либо это называется Па Жезлов. Это карта непривычного формата отношений, непривычного общения. Очень часто это отношения в целом по переписке. Почему же тогда он из этих отношений не может выйти, что ему мешает? А здесь, знаете, как-либо желание, не могу так сказать, даже вместе, желание справедливого отношения. Возможно, эта женщина чем-то его зацепила или ранила когда-то. И вот он теперь, понимаете, зуб за зуб, глаз за глаз. Пытается каким-то образом вот это вот равновесие, правосудие восстановить. Ну, знаете, как наказать ее. Так, дальше. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Основа ситуации. Перевернутая луна. Карта обмана, самообмана, измен. В целом каких-то иллюзий, когда человек больше, знаете, надумывает себе что-то в этих отношениях, нежели осознает действительную картину. Давайте, что здесь у него в мыслях. В мыслях. Перевернутый рыцарь кубков. Ну, это знаете, как она обещала и слился. Потому что это карта, когда мужчина забирает свои слова обратно. И возобрать обещание жениться. С позиции чувств. Перевернутый дурак. Это желание легких отношений, без обязательств, без планов на будущее. Отношения легкомысленные. Здесь и сейчас. И мужчина не желает здесь просто в целом каким-то образом развивать отношения, чтобы они переросли в долгосрочную связь. Что же в подсознании? Подсознание перевернутая императрица. Это барышня только в статусе любовницы. Потому что у него есть вы, да, есть другая значимая женщина. Почему же тогда из этих отношений не выходит? Перевернутый император. Это позиция эгоизма, попытки что-то доказать самому себе, либо попытки за этот счет каким-то образом проучить или наказать вас. Возможно, за то, что вы его не ценили, не любили, не баловали. То есть мужчина здесь пытается в первую очередь до вас донести какую-то информацию этими взаимоотношениями. Поэтому девушки, женщины, те, кто смотрит именно этот вариант, не воспринимайте его в штыки, а посмотрите действительно, могли бы ли вы быть здесь в чем-то виноваты. Возможно, вы выбрали какую-то неправильную линию поведения. Либо в целом каким-то образом подрывали авторитет вашего мужчины. И это сказалось негативным образом, поэтому он пошел налево. Не с целью, что ему это надо, а с целью доказать что-то вам. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант, четверка Пентакли. Карта собственника. Желание удержать эти позиции. Человек еще сам может до конца не осознавать, для чего ему нужны эти отношения, но он за них держится. Почему? Не для всех, но для некоторых здесь может быть желание меркантильного интереса. Меркантильный интерес тоже проявляется по-разному. Не обязательно с целью что-то поиметь женщины, а вот уже само по себе желание не вкладывать в женщину, не тратиться на подарки, на какие-то там презенты и так далее. Это тоже желание меркантильного интереса. Ну, например, когда женщина замужем не может по каким-то причинам эти подарки принимать. Уже удобно, уже меркантильный интерес, потому что четверка Пентакли это, знаете, как сохранить то, что у человека есть на текущий момент. Что думать по поводу этой связи, этих взаимоотношений? Видите, снова падает карта материального. Патройки Пентакли либо могут быть связаны деловыми контактами, либо по работе. Желание эту связь продолжать, возможно, даже ради рабочих отношений. Чувствах. Перевернутый король Пентакли. Ну, понимаете, здесь у него по всем арканам идет ситуация потребительства, желание что-то поиметь. С позиции подсознания карта башни. Смотрите, то есть подсознание, он понимает, что эти ему отношения не нужны. Но, кстати, карта башни иногда говорит о том, что люди могут быть заняты либо задействованы в сфере недвижимости. Еще вот такой вот момент, вот рабочие моменты. Но в целом, он понимает, что эти отношения до поры до времени, что рано или поздно здесь будет крах. Но они удобны ему на текущий момент. Почему же он тогда из них не выходит? Карта тупика. Либо, скажем так, не выжил полный потенциал от этих отношений в плане материальном, либо же сексуальном, да, и они ему на текущий момент удобны. Либо еще, скажем так, не может сделать выбор. Ну, давайте же все-таки сюда еще одну дотяну. Карту. Королева жезлов. Если королева жезловы, то мужчина все равно вернется к вам, если же королева жезлов это соперница, королева жезлов это огненная стихия, овен, лев или стрелец, то здесь эти отношения только ради продвижения каких-то его деловых, либо карьерных планов, бизнес-планов. Поэтому, если вы думаете, что здесь мужчина рассматривает эти взаимоотношения с целью удовлетворения именно похоти, то это любовь, морковь, нет, здесь этого нет. Максимум секса ради секса, но опять же, с целью каких-то деловых взаимоотношений. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, основа ситуации, здесь у нас падает перевернутая тройка жезлов, карта тупика, отсутствие развития отношений, что ваш партнер думает по поводу этой связи на текущий момент. Перевернутая солнца, ну здесь это карта эгоизма, эгоцентризма, то есть здесь мужчина позволяет себя любить, ему нравится, что его любят, холят лет. С позиции чувств, семерка жезлов в перевернутом положении, здесь не мужчина борется за женщину, а женщина борется за него. Ему это очень нравится, знаете, как бальзам на душу, когда мужик млеет от того, что вот есть только кандидаток, и все его хотят, то есть желанный такой товарищ. Пьет ему, как козырь на руку, потому что здесь не вижу ни чувств, ни эмоций. А с позиции подсознания активнее его действия. Давайте посмотрим, куда они для начала направлены, в какую сторону. Направлены они на развитие сексуальной связи. Для чего? Для чего? Ну это знаете, как связь с целью самообмана, либо пока он просто не показывает истинное положение вещей, свои поступки, и почему тогда до сих пор из них не вышел, либо не выходит. То спинтакли. То спинтакли это карта богатых перспектив, больших возможностей. Она либо говорит, опять же, поскольку земля, она отвечает либо за меркательный, либо сексуальный интерес. Еще, например, не насытился в сексуальном плане полностью, не раскрыл, не удовлетворил свою жажду, свое чувство голода. Вот когда этот момент наступит, эти отношения сольются. Вот такой у нас вышел сегодня расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, оставляйте обратную связь. Надеюсь, этот расклад для вас был информативен. А я вас благодарю за внимание. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч.